Еще в 1994 году, когда я был в Ярославле, я упал в детстве, за туз потеряю. Я настолько был ошарашен от подвига этого человека. Да, это святые люди. Я поясню слово батюшке. Это государственная ферма, не ферма, а киностудия документальных фильмов. Их таких три только в стране у нас. А это филиал Свердловской киностудии в Красноярске. И они у нас сняли фильм. Не все, там еще где-то снимали. Пречувствия. И на международном кинофестивале в Югославии он занял первое место на международном. Пречувствия. Назвали «Испирка возрождающаяся из России». И они приехали, Кузнецов этот Владимир Сергеевич, еще раз, уже сняли. А мы с другой стороны покажем. Мы назвали «Златоустец Потеряевки». Теряня Потеряевка, которую мы восстанавливаем с нуля 23 года. Ну просто пустырь был, мы взяли нашу родину. А «Златоустец»-то мне просто атеисты мне присвоили. А получилось так, что они назвали фильмы. Ну он занял первое место в России. Ну тогда снимали не так, а такие бобины приезжали там. И эти фильмы хранятся в Конгрессе США. Они в Америке везде, тут в каждом метро в Москве продавались. Спрашиваются, сколько вам миллиона они отстегнули. А я даже и не знал про это. Я говорю, что? Откуда я не знал? Там ничего особенного нет. Просто мы показываем, что земля может возродиться. А это на сегодня 21 тысяча сел государства образующих. Где все было. Они заброшены, сгорело или окна забиты, и ничего нет. А это наша деревня. Мы получили стаду. Дозы не давали. Ну долго там, полгода. У нас знакомый был депутат Государственной Думы, священник Глеб Якуни. Может кто-то слышал его. И там как-то нас, батюшку, мой родной брат, он поприняли, провели. И все районы голосовало, что не можем, не надо. Какая школа, когда все закрывается, все рушится. А уже еще осенью, уже голосовали, все за все давно, за сверху кто-то кнопку нажал. И первое, что необходимо, это школа. Это главная артерия, которую власть перерезала. Люди начинали разъезжаться. И мы сами, на свой счет, свои учителя стали вести. А потом они ее утвердили, государственная школа. Теперь там и интернет, и музыка, иностранные. А там всего-то по-хорошему, если дворов нет. Вот старший воспитатель в нашей школе. Почему фильме там так это понравилось? Что, вот знаете, говорят, беспризорности 3,5 миллиона больше, чем в гражданской войне было. Я создатель православного детского лагеря, еще в советское время. Ему 42 года. Ну, перейдите, 20 лет еще при советской власти. Для детей, независимо от веры, от национальности, кто бы он ни был, он родной и близкий. Что его ждут? Мы каждому ребенку, я как начальник, объясняю, ты еще не родился в мир. Тебе нравится, что окошки? Да, это люди придумали, Бог дал. А тебе нравится, вот, и показывай другое. Ребенок, он, да, а это тебя ждали, что ты родишься, чтобы тебе было хорошо. Ты очень нужный. То есть он благодарен родителям, что не убили его. Ему все это рассказываем. С ребенком говорим, как совершенно с человеком. У нас правила эти, которые описал хорошо, вот, отец Кирилл, он там был со своей группой, с телесоветой. Мальчики играют там, даже пальцем нельзя прикоснуться, самому да и стелилась. И все, что в других национальностях есть самое доброе воспитание, ну, мне Бог дал ездить по миру, я все вместил в наш устав. Нельзя разговаривать после сна, за столом у нас ни одного слова нету. Только вот это вот, это никого не приверется. Здесь считать или житие, или творение Анатолуста. Просто на будущее у нас тоже считается это, чтобы человек по неволе понял, есть Анатолуста, есть слова Христова, здесь этого нету. А чтобы прослушали, время просто занятое. Вот у ребятишек часто воспитывается материнский характер, они без отцов, а мать привыкла стонать, она одинокая женщина, она... А их таких одиноких, которые, зная, что мужей нет, она жила, их на букву Б назвал председатель миссионерского отдела Томской епархии Степаненко. Это все Б, и они как поднялись на него, а я говорю, а почему, знаешь, потому что они в церкви, их причащают, и поэтому священники, епископы поднялись. Степаненко Максим, вы зайдите в интернет, первый, я зашел у него, 4,5 миллиона, кажется, посещений в день. Его запретили теперь, а он в это время пишет книгу. Надо готовиться к тому, что нам Господь приготовил, и радостно это встретить, не стонать. И мы детям говорим, у японцев национальный кунг кандзю, кандзю это терпение. Ну, допустим, киоск, сидит там, продает она газеты, и подошел, пьяный японец, но недоволен, что-то и пьет. Киоск, а киоск вот так вот шатается, и она не вызывает мне полицию. У ней кандзю, а у него нет, у него не ладится дома, и он, видишь, что стоит, облокотился и бьет вот этот киоск, и люди с презрением глядят на него. Ребенок в кресле врача, стоматология. Мать ему не говорит, другие слова, а только одно, сынок, сакё, а где твое кандзю? Он сразу обернулся, и я не боюсь, рвезу. Это японец растет, самурай. Мы детей учим не пищать, серьезно относиться к жизни. И когда приезжают профессора, психологи, исследуют, как можно в течение одного месяца ребенка сделать совершенно другим. Там такие исследования. Он приезжает, увидел, растетка напрямую, схватил ее, ребенку 13 лет. Он весь сморченный. Приехали 6 месяцев, они не узнали его. Он весь разглад, доставал, как в голене еще кипят на сапога. Он другой ребенок, почему? Каждый день начинается с молитвы. У нас священник, он брат Патерии. Все это освящено, все посты соблюдаются. Каждый день чтение Евангелия с толкованием. У нас колокола, каждый вписание, российский флаг увешивается. Мне так охота многое рассказать. Батюшка, разрешение оплатить скажу. Я работал моряком когда-то и знал флаги, учился в высшем мореходном училище. Все флаги мира, которые государства, которые не имеют выхода к морю. Это Бьюжи, это Африка, это Центр. Потому что у каждого корабля, на корабле висит флаг на ее стране где-то. Такого флага не было в мировой истории. И нет, и не может быть. Один флаг. И он был на Россию. В котором отображена жизнь от начала, вся жизнь и вечность судьбой. Нигде. Ну вы заметите, покажите мне мой флаг и объясните, что Америка там звездочки, Штаты. А Англия, это помнисты, владыщицы морей. У русских по-другому. Не считай карикатуру, думаю, угловая птица. Первая полоса красная. Все рождаются в крови. Беззаконие, зачатие, агрегеры не ломают. Это куст ульманин будет. Все рождаются в крови. Земля, Павел Мицкевич, в польске говорил, пропитана от поверхности до центра. Кровью. Это воины. Эти майданы все это идут. Это все красная полоса. В любой национальности везде это есть. Среднее синее. Синее небо меня так манит. Знаю, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет. В небе не будет внести угроз. У священника в Ветхом Завете была голубая шерстяная нить. Она говорила, помышляйте о горнем, а не о земном. Это вторая полоса. И третья, белая. Ну, посмотрите, российский плак. Белая что означает? В Откровении, 20 глава, 19 стих написано. И увидел я великий белый престол, перед которым стояли все. Жившие, живущие, и все преклонились перед ним. Это великий белый престол. Вот от рождения до смерти и до вечности только российский плак. Не было такого. Он вне национальный, вне религиозный. Он вне времени. И он дан России. И я просто, как проповедник-миссионер, много езжу и скажу, что это что-то, что должно дальше, как проповедь всемирного покаяния, собирать в честь России. Это мои мысли. Оттверждение я не могу дать. Но что-то в этом есть. Я был в Америке, где эти торговые центры шли. Я был наверху и там смотрел. Старки свободы. Ну, интересно, меня просто болели. И только я спустился в лесу, полицейский подошел в лошадь, но ты заперлывался. А русский? Русский хорошо. Я, когда там риски знал, а Россия будет подниматься, Америка будет подниматься. Это вело, как говорят везде. Так ли это? Так ли это? Анатолий Макши, оптимистый старец говорил, что есть надежда. Но я лично этого не вижу. Я вижу окончательное, без молодого, даже, врушение. Но Бог может сделать чудо. Россия на короткое время может восстать. И может быть, будет даже православный террор. Можно быть, о чем Сарафим Сарусский якобы говорил. Что кровь будет море. Судок не будет. Уничтожать будет сразу. И придом, это созданы православные. Вот это, не дай Бог. Как пишет «Начало войны и мир», Лев Толской, этот русский волн, когда поднимаются дубины и гвоздают подряд в силу. Вот это страшно. Вот я, расистов, так и что тут сказал. Так, Теца, вы еще будете продолжать? Вопрос, пан Белух. Да. Вопрос. В чем он? Значит, у такого подвига, такое насилие, именно молитвенного, это было такое трудолюбие, и такое бдительность. Как какой у вас был режим? Как это все было? У нас в семье 10 детей, отца было 10, 5 сыновей, 5 на 4. Он говорит, в войне без руки был там. И отец, мать, и полкласса не хочет. Мы, я им сейчас знал, он в детстве был посту, я вырос на поле. И внимательно, как с собой прислушался. И вот этому, для меня слово «избрание» имеет сократный смысл. Избран или не избран. Я был избран с детства. Я Богом помещен был, и избран на это дело. С детства я знал. А в чем выражается в молитве? У меня с детства было желание куда-то уйти. Как будто я на монашеской жизни приготовил уйти и молился. Я в степи несу обед к отцу, и я припаду в земле, слышал, что растение питается витаминами. Я видел на расколотое небо, оно раскрылось, и потом сошлось как раковина. А потом оказалось в этот же день, тёртый муж увидел, она шла за жильцами. Это избран. Когда я избран прошла, смотрите, я бунтовал, бунтовал в новое. Как бунтовал? Отец рассказывает, что здесь жили люди, показывает ямки, которые в степи есть, называет фамилию его, а потом пришли аглоеды этих, коммунистов называют. Аглоеды нехорошие люди, всех взяли, дары меня сгноили. Ну, земля вся запустела и прочее. И я решил с детства отомстить коммунистам. У меня большего желания не было стать террористом. Если бы раньше был, раньше был, ну да, я бы к нему ушёл. До встречи со Христом. Я, ну, ружьё, там у меня уже, наверное, опять было спрятано, или, естественно, рядом с собой на поле к ножи метать. У меня же её нельзя было взять. Я так думал. А Господь показал, ты будешь тогда, тебя будут гонять, тебя будут убивать. Это случилось 27 сентября 1962 года, 17 ноября. Я сошёл на берег, на корабле был, и мы решили садить. И Бог меня поймал, о чём? Я не был бабушек. 23 года. У меня не девки, интересно, а бабушки. Вот как бы помочь, они нуждаются, зарабатывают, найти таких, и им отдать. Это заложено было в избрании. И одна бабушка идёт с сумками, я подбежал помочь. Я говорю, а у вас деньги тут молятся, в городе Венсковск. Она говорит, если показала, вот я не знал, что это литеранский дом, но там были баптисты. Я в это время уже занимался на семи языках. Мне много-много Бог давали. Там за 6-4 месяца я самостоятельно изучал язык. Не приехал, не полных, 3 месяца фактически разговаривал уже по-латышски. Латыши, они националисты. Я этого не увидел, я видел хороших людей. Мне вчера спрашивали, музычка застрелили, там Бендераса, вы нашли бы с ними языки, а мне надо искать, мы одинаковые. Я бы с ним говорил, как с родным братом. Я был такой же, пока не встретился за Христом. Вот, ну, застрелили там, которого Александр убил. Вот. Вот, плохой там, Остап Бендер, а я, это, Бендераса, я считаю на него бежным. Я бы у него был, я бы пошел за ним. Если бы не встретил Христа, там мне дали Библию. Это протестантов, в Аптиста 50-х. Там я от них ничего больше не получил, кроме того, что мне выкидали Библию. Я мгновенно в этот вечер покаялся. И вот, они впервые сказали, ну, молитесь. Что вам надо? Я говорю, что вам не надо? У меня здоровье в море, учились в высшем мулеходном училище, служил в мор в плоте. Мне ничего не надо от Бога. Я живу, я с Богом, он мне дает. Но так как я изучал языки, они были 50-ти, и у Бога это совместилось. Они открывают вторая глава Деяния Апостола. Сошел Дух Святой, заговорили на них языках. Как? Сразу? Я знал, мне, да ну, я изучаю языки. Изучаю. Стамский, немецкий, английский, французский. Мне это интересно. Но что, сразу? Этого не можно. Ну, хорошо, ты не берешь, давай будем пострадать друг друга. А я говорю, вот в это, у нас корочки останутся. И я понял, у меня нет веры. В эту книгу, которую впервые вижу, и зовут ее Библия. И они на коленях стоят, а я клавяюсь, земные поклоны, достойно, Богородица с детства-то научен как, а у них бурный ветер, то 50-й, что был, они говорят, слышишь ветер какой-то, то ли Дух Святой сходит, а я колеблюсь, они глаза-то открыли, говорят, ну, хоть так пусть молятся. Я попросил, Господи, дай мне веру, что это Твое слово, и оно неискаженное, и оно достигло наших дней. Только я помолился, и сразу мне показалось, я не слышал, а внутренним голосом, как голос пошел, верю, 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 и прошло 52 года, и вот и встаю. Я дальше увидел, Вселенские соборы, святые отцы, все на Святой Библии, все, нескаженное. Как Златоуз говорит, где есть Святая Библия, дом делается недоступным для демонов. Но потом уже Златоуз, Блаженок и Филак появились, через них я проповедовал в университетах, вел занятия, в отделах велисты и воинских шестях, трудно сказать, где они проповедовали. И поэтому время надо было больше. Я решил время вырезать. И у меня дошел срок в два с половиной часа. Я вам отвечаю. Два с половиной часа, дальше мой организм уже не потянул. Так как работать нигде нельзя было, поэтому я работал на самой низкой работе, пищевку. Хорошая работа, много денег. Я к всем поделаю, наделаю минусы, и знали слово Бога. И вот Господь так и знал. Ничего я в этом не вижу, в этом не вижу. в этом неожиданном, В этом неожиданном, А ты, садочка? Так еще вопрос. Устадок 4 и 2. Миша. Кто хочет? Миша? А для Никола. Отец Игнатий, я очень благодарен. Я уже, как бы, надо сказать не однократно. У меня вот такой, у нас интересный вопрос. Вот вы знаете, Лео Аксилина, в чем он приятный вопрос? В его Библии, это как? Это герничество или это... Это Бривотина. Больше никак. Да, это просто... Как раздель, в печи, есть собачье сердце такое, в печи. Там ничего нет. Я в одном месте ремонтировал дом, надо было поднимать. И... А учительница, это... библиотека, решила похвастать. Я пошла, она попросила, ну тыщи, сейчас я тебя разберу. Какое место? Она пришла... Второй раз, ни денег, ни денег, Она не могла ее найти. Когда профессор Барскутковский выступал, это был единственный профессор в году советской власти, имевший разрешение, говорят, даже по разрешению Ленина, с ним ездил музыкант, он ездил в университет, профессор, и давал версию. И вот один студент вышел, вот так раскрябанно начал говорить, поносите, вот ответит. Я сижу, вижу, отвечать-то нечего, а студенты-то уже развесили. Я сижу и только думаю, господи, что же ему отвечать-то? Даже богохорство не назовешь, он что-то говорит, совершенно невероятное. И вдруг он поставил, молитвый, я хотел... А чего я хотел? Смахнул руку и пошел. Скакал, я понял, что освещать надо. Не надо просто, Бог это делает. Вот сегодня говорят, я вышел на пробку. Какая она там пропасть была? Ну, отец сказал, у нее уже во время водослужения. Я не знаю, я к ней не готовился. Я к ней не другое. На завтрак готовил. А там у них хрест за храмом. Я пошел, перед крестом сказал на коллегу, и у меня как разновение сразу сказали о том, что прошло. Он дал намет на это. Богу надо довериться. Вот мы поехали, а надо это или не надо, у меня это, Бог сказал, езжай, ты должен быть в Португалии. У меня этого ничего нет. Я знаю, он сказал, идите по всему миру и проповедуйте. И вдруг отовсюду стали поступать. Внезапно, Англия, там так готовятся, такие встречи, берут специально отпуск, чтобы ездить. Шотландия, явно что, никогда их не было, те люди, они сами уходят, у них с Финляндии уходят. А Бог говорит, а патриархия еще разрешить, не разрешить. А мне что патриархия? Мне интересен человек, который ни перед кем склоняется. Говорит, что Бог сказал. Людям моим интересно. И вдруг от патриархии приходит ответ. Мосток покажет меня. Они бы доставили навстречу со мной? Этого практически не было никогда еще. Потому что я никогда никому не подделаюсь. Так сказал Бог, я сказал, и да там все. Я тебе Слово Божие даю, а ты думаешь, что отвечать, не отвечать. Положительные, отрицательные меня это совершенно не касается. Потому что под это Слово Божие попадает и я, считаю. Но со мной даже КГБ разговаривать не могло, как со всеми. Чем оно угрожает, я знал. Все выписал. И что? За что они дергать? Я все сразу уничтожил сам, как Наполеон пришел в Москву. Ничего нету. Жилища у меня нету. У меня ничего нету. И Бог сделал так. И они не предлагали мне даже сотрудничать. Нигде. А книги купили, я волнувся, когда и везде Малка еще заступаются. А вот эти, которые сегодня наши, паши не сделают, они и нас придадут на первый шаг. Вот и есть. А где я узнал? А приезжал Дворкин, Александр Леонидов Севдалетов, и местные парки устроил на встречу с представителями силовой структуры. И обо мне задали вопрос. А у нас сейчас там колобродит, а у нас там майор, а у нас там садов, а у нас тут не уважают. Он никогда камень не держит. Он дадут так, как и есть. Вот и все. Я с их стороны не ожидал уже этого. Я все-то использовал. Так. Я вам ответил. Пожалуйста. Дайте мне, чтобы люди были слышать. Здравствуйте еще раз. Игнатий Тихонович, я хотел спросить у вас. Да. Про ИНН знаете, да? Многие интересуются, хотят узнать про ИНН. ИНН. Да, да. Вот может, святые отцы что-то говорят об этом? Ну, хорошо. Я понял. В наших книгах, которые лежат в коридоре, это подробно отмечено. Существует такая анкета. И к что мы должны отвечать? Отмечать. И как написать, что я признавать могу? Я знаю, что это не печать Антихриста, и греха в этом никакого нет. Откуда? В первую очередь, об этом говорит Иоанн Христиан, когда-то выставлено все в интернете. Об этом говорит Патриарх Кирилл, об этом говорит Алфеев, митрополит Иларион. Ну, на кого-то ссылаешь, что-то безбожное. Ты не суди так. Это священно-начально. Русская православная церковь. Теперь я отвечаю, что это не грех. Но вот сидит предсоветель православной русской церкви, отец Кирилл Сахар. И он говорит, вот мой единственный храм, что ваша русская правила, который она не принял. Что нам делать? Тягивать со всех сторон, кто нельзя. Отец, в этом греха нет. Но если можешь, продержись еще. Ты нам, например, даешь стояние. А не так, это не грех, это не грех, а те, христили, ну, тогда мы врежем, покажем. Порезать уже нечем, уже все сдали. Я преподаю в университете. Раз в университете. И вот в основном ректор очень расположен. А сколько раз вы ведете занятия? Я отвечаю, а сколько получаете? Я говорю, я не получаю. Как не получаете? Он узнал, и, ну, там, бизнесмены попросили проводить уроки у них. Я провел всего четыре урока, ну, по два часа, два урока, фактически. И вдруг меня вызывают. Получите деньги? А за что получите? А вы делаете занятия? Да какие-то занятия. И они мне столько на счет, я никогда не получал. А что это? Поставка. Ну, профессора. Какой профессор у меня есть? Я не кандидат, никто. А я преподаю уже, допустим, четырнадцать лет и не получаю. Он так ахрен. Вы когда посчитали, там сифра ужасная какая. Да получите все. Это ваш незаконная добыча. Я пошел получать. А там не спросили, а здесь ИНН. Я знаю, это не грех. Но! Наступил момент, когда я могу убириться. Я сказал, если я буду судиться сейчас с вами, я выиграю процесс, вы мне заплатите. Я знаю судиться. Много судился. И все процессовые работы. Но я не буду делать. Я пошел, поблагодарил Господа. Из-за ИНН я потерял, ну, я еще потерял, я же для Бога делал это. Я сказал, слава тебе Господи. И больше не пошел спрашивать, ну, почему, да, уже я не пойду. Мне выпало жеребие ответить, как я стою против феномена. Хочешь-ка ответить? Да. Не грех, но можно убириться. Сколько можно? Можно убираться. Да, и попуток. Никого не судите, кто принял. И не захвалите, кто кто не принял. Который не принял, часто идут намного хуже тех, которые принял. Лавиль какой-то монах разряжает. Люди без паспорта под старость. Вот все у них отнял. А сам живет за их счет. Он в домах отдыхает. Которые люди иногда не имеют. Жилища иначе не купишь. Он за их счет. И его снимает. Он против. Стоп, штук. Тут техника нельзя. Самого снимает. Велики стоят. Ну, видят. Откуда ты берешься? Это не искренность. И это не приближает. И притом он, Слава Божия, вообще никак не берет. Ему, главное, патриарх, там чуть не сатана. Патриархом, назови по чести. Я не согласен. Отвечаю, разбирая вопросы патриарха Алексея Второго, этого они примерно на 60 вопросов. Четыре правильно отвечают. На доставание Библии. А вот если бы приехал патриарх Кирилл, как? По первому чему приняли бы? На самое почетное место. Все на одного полу господин Господь. Вас не поймешь. Вот хотя сейчас у вас какая-то разбойность. Но у меня не разбойность, у меня расстроенность. Я как гражданин и как христианин. И кроме того, я перешагаю дальше с вопроса вершись и смотрю. Я ничего не добавляю здесь. Не скрываю. А вот эта открытость как раз, можно сказать, шокирует людей. Вы мне это не говорите. Вам отношение изменится. А я это как раз и не делаю. Самое пакостное, что обо мне говорили на суде, я выписал четыре тома моего дела и все поместил в книгу. Почему? Я уважаю своих считателей. Сам считатель разрешил. Здравствуйте. Мне имидж мой строить не надо. Его Бог будет строить. Меня Тимур зовут. Я не знаю, насколько тактичен будет мой вопрос, но я все-таки задам. Ну, скорее всего, два вопроса будет. Первый вопрос. Когда на Западе однополые браки могут, ну, венчают там, да? Может ли там Святой Дух находиться? Потому что все-таки кроме этих однополых людей, которые там... Ну, 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 да не надо. Туда входят еще и другие люди в этой церкви там и хотят, чтобы им крикликали. Вопрос. Я отвечаю. Это беззаконие должно быть выжжено огнем. Это Содомский грех. Содом и Гоморра. Правильно поступили в Греции. В Грузии. Все священники, все высшие там... Ничего не осталось. Они не знали, как их спрятать этих мужеложников-то. Это, допустим, человек-скотоложник, зоофилия, там это называется, Константин, не Константин, Юлианова декретария показывает. Ему казнь какая. Отрезается половой член, клеймится, лоб прожигает до костей ему специально, тавро, под землю и больше никогда он не выйдет туда. Теперь он будет только выхатывать туда-оттуда. Все. Вот и все. Вот как расправлялись с ними. И заразы этой не было. Однополые, братья, таких слов не говорите. Нет таких браков. Это есть безумие, безумие, которого нет ни в природе, нигде нету. Никак не смотрите на это. Это Содомский грех, он должен быть сожжен. Другой вопрос. Вопрос про протестантов. Находясь в протестантской церкви и не переходя, например, в православную церковь, можно ли спастись? И они очень часто отталкиваются то, что как Павел принял Христа, так и Лютер мог принять Христа. Павел и Лютер. Ничего себе сравнения даются. По жизни своей я везде подтверждаю. Протестанты, то есть это и протесты другие, они чище православных. У них хорошие братья, семьи, прекрасные труженики. Это для меня очень импонирует. То есть нравится близко. Что бы ни возьмем, у них все лучше. Но они не церковь. У них нет священства по епископату, доходящему до апостольских времен. А они прям не могут. Ну как же так считали? Вот нашли православную статью. Ну как? Прям не знаю, как приняли. Это наш брат. Но когда слышишь, что я говорю, не церковь, до того мне противену стало. Я был в Пензе. Знаете, к нам пришел пророк Илья этого, все баптисты. А когда я сказал, что это не церковь, знаете, это гнилое бревно у меня. Ну так все. Я должен сказать. Я знаю, где выход. Так, возьмите там у вас старший пресетера, называли сейчас епископом. Ну нет, самозванное. Придите к патриарку Кириллу. Скажите, нам нужен епископат. Наших братьев вы можете руку положить? Патриарх очень расположен. Это большого ума человека Кириллу. Он вам подскажет как. Я знаю как. Взять с них подписку, что везде и всюду они будут учить православную догматику не трогать, ни Божью Матерь, ничего не трогать. У вас этого может не быть. Рукоположены три епископа, рукоположен всех остальных, никого снимать. Они скажут, но мы хотим, чтобы у нас было без одежды, без нарукавников. Спокойно спасайтесь. Ничего апостолы не знали. У него на филоне это плащ. Плащ. Вот сегодня, знаете, Петрохиль. Это полотенце было пот вытирать. И вот Дух Святой там это, Воздух и машутка. Это было мух отгонять, мух отгонять. И из этого сделали такое таинство. Это, ну это синема в Солонском. Все можно. Очень хорошо описано у Александра Мения. Притом он берет все с оригинала. Но спасутся сектанты или нет, это знает только Бог. Мы не спасаем. Поэтому последнее слово за Богом. Будут люди, которые вообще о Христе ничего не знают. Судимые по совести. Послание к именам. И они будут по совести на суде Божьем судьбе. Но здесь они слышали, они не приняли. Поэтому, по всем признакам, это не церковь. И Киприан Карфаенский говорит, даже мученическая кровь не смывает с них разделения. Даже умрут за Христа, вот такие как Храпов, которые были. И это не поможет. Но это их мнение. Но что не церковь, это определенно. Я вам говорю, вам что не нравится православие? Что вы говорите? Одни мощи только. Они с мощами, микрофилы только и путаются. Все. Одна мертвичина. Хорошо идите к Папе Римскому. Это церковь настоящая, со множеством заблуждений. Папа, да там инквизиция, там чего только не было. Пожалуйста, третья часть есть. Григорияна Армяне. Апостолическая церковь. Идите к нему, к Вазгену, к сегодняшнему там. И скажите, мы хотим получить. Он пойдет на встречу. Я с ним переговорил, он пойдет. Ну я не знаю как. И копты сирийские еще два есть. Вот пять. За этим нет церкви. Это те, которые сохранили епископат. Англиканская церковь, под сомнением для меня, потому что доказательства не могу представить. Но русская православная перед революцией готова была уже объединение провести. То есть признание на высоком уровне исследования. Все. Вот в этом ответ. Поэтому я работаю среди сектантов. И вот Александр Менин, мы беседовали. А я не говорю, чтоб переходили. Ну я против, что наши уходят. У меня не так. Вот где бы я ни проповедовал, я показываю. В церковь идти, это православие. Я в православной, поэтому только православие. Я никуда не могу звать. А вот с католиками вы спорите? Никогда. О крещении, я буду говорить, спорить нет. Спорят, кто ничего не знает. Знающий истину возвещает. И я возвещаю. И говорю, крещение должно быть с полным погружением. Нет погружения, ни крещения. Обман. И поэтому должен быть крещен. Не заново. Он просто не крещеный. Откуда их знаете? Апостольское 50-е правило. Священник, который крестит в них полное погружение, должен быть извержен. Так вы что за анафему? Четыре анафемы в Писании. И все они против православных. Кто не любит Господа Иисуса? Ты спроси православного, они ничего не знают. И далее. Кто будет говорить не как в Библии написанную Галатом 1 глава 8-9 стих? Да будет анафема. Мы, все апостолы, будем говорить. Анафема нам. Ангел с неба придет не то, что мы сказали. Анафема. Вот и все. И кому анафема? Что ты теперь? Торжество, православие, стенки, разума, анафема. Нам анафема. Ни Библию не любим, ни Христа. И мои православные патриоты замолкли. Что ты других судишь? Ты на себя посмотри. Побудь с народом. А вы хвалите чужую веру. Я не веру хвалю. А жизнь, которая изменяется от слова. Власть чищена через слово. Они считают Библию, она делает их другими. Посмотрите, баптисты как живут. Сколько из них страдало. Сколько они Евангелие подпольное издавали. Православные ничего не могут сделать. Ничего. Мамона, мамона. Деньги, деньги, деньги везде. Сегодня я смотрю, может она даже здесь. Я не хочу вас обидеть. Кто тушил сегодня свечи? Специально такой колпачок и сверху надевает. Это воровство. Самое неприкрытое. Написано все. Сожжение жертвы. Вы что боитесь? Выковырить оттуда нельзя? Да вот, не ковырить нельзя. Почему мы этого не делаем? Мы в устав вели. У нас она дойдет, помигает и погаснет. Я был у армян. У них тазики крупнозернистые. Туда поставили свечки. Говорила. Не трожьте. Это копейки. Все сожжения нет. Я отцу говорю. С вас это взыщется. Прекратите. Притом, с вас никто не требует отойдет. Это вы сами все ведете. Не должно тушиться. Это все сожжение. Все сожжения. Она должна сама погаснуть. Да это обряд. Ну, знаешь. Малым неверим на ноги Бог не поставит. Люди думают. Почему Андрей Кураев на меня и сказал. Не поймешь. Как-то удивительно совмещается в аптизу, старообрядчество. Это знание Библии. Пиетет называется. Восхваление Библии. Одновременно за строгость устава. Вот кто все описал правильно. Это отец Кирилл у нас был. Все. Но он свое мнение показал. Свое. Там вот икона. Там у нас такие и такие. А надо только вот такие у него. И что я ему говорю. Он все записал. И поправить его я нигде не могу даже. Это у него первое воспоминание. Там вышла земля тайская. Ну, рядом сидит. По глазам неудобно говорить. Но это так. Поэтому его слова вызывают абсолютное доверие. Все остальное, что он пишет. Где я говорил неодобрительно о нем. Вот Андрей Кураев обо мне говорит. Самые высокие слова. А я о нем сто двадцать раз в книгу сказал неположительно. Сто двадцать. Это не два раза. Он говорит, меня Игнать во всем кочкам несет. И несмотря на это он обо мне дал самые возвышенные отзывы. Уже самые выдающиеся миссионеры и прочее. Он вызывает доверие. Долбить Андрея не надо. И с него сняли все. Я его туда потеряю. Я тебе лично не говорю. Мы там сниму. Требуху подтянем. Без баварского пива. Ты другим будешь. Тонкий, звонкий и прозрачный. Вот сейчас был юноша здесь в Боровске. Который сегодня там пел. И один там пришел. Быть кумом хотел у кого-то. Я не знаю, его нет здесь. Батюшка подвел. Я говорю, значит ты должен внешне быть. У него такие волосы весят длинные. Ты должен быть вот такой. Стал говорить. А он в это время дверь открывает. Пришел переодеваться. Я руку повернул. И на него показываю. Он тут и стоит. Я говорю, вот такой. Он худенький. С бородкой. Рубашка на выпуск. Он сегодня прищищался. Может видели? Который поет. Александр. Ага. Вот. Вот вид христианина. По всем параметрам. Никакого замечания не может быть. Ты христианин. Забудь бритвы. Сегодня уничтожь. Не имеешь жена подобное лицо. Это протопопа Ваку назвал. Глудодейная и гересь. А как тут ты знаешь? Я тебя отвешу. Я выхожу на остановку. В поезде еду. Проводился. Говорит. А что ты как векобраз зарос? Как тебе бабок себе допускает? Понял на что? Я говорю. А почему у вас бороды нет? А я мужчина. Моя женщина. Говорит. Ну все. Я говорю. Посмотрите по порядку. У вас же не параметариатра. Фридрих Эндвич. У него не видно даже где у него только ямочка чуть-чуть. Кармарс. У него бородка поменьше. У Ленина только там пилешь. Устали львцы. А еще даже на голове нет. И один за другим идет. И наконец ничего не надо. Лысые, блудливые. Важная вопрос. Как вы считаете? С точки зрения подготовки духовной школы. Я считал в интернете. Я слышу, Саша. Да. Я считал в интернете то, что сейчас вот хотят принять как бы уровень подготовки на западный мотив. Вот это. Баланская система. Баланская система. Как это вот это может быть? Видите. Я свое так обидно скажу. Когда меня спрашивают о семинарии, то на сегодняшний день я отвечаю так. Семинарии академии нужны только для одного. Чтобы уметь оправдать любое беззаконие. Больше она ничем не нужна. И поэтому они грамотные. Попы такие насчитанные. Что бы ни сказал, он все оправдывает. Почему? Он, кажется, хвостом крутит перед епископом. Епископ хвостом крутит перед патриархом. Вот патриарх сам их боится всех. Его завтра сплетут или отравят как папа. Так ну желает мне такая семинария? Меня сейчас в поездах спрашивают, а что вы заканчивали? Ничего не закончили. У меня образования вообще никакого нет. Но я Библию 50 лет изучаю по святым отцам. А святые отцы это 300 томов полианта. Я два того, что начитал. Потом я ума шесть раз прошел примерно до 12 томов. Около десяти раз все же есть эти 12 томов. Составить симфонию на них. Мне это интересно. Я учу для себя. Для себя. Не для денег. Поэтому я никому не советую. Один, правда, закончил семинарию. Его здесь нет. Я его назвал. Безрубная фамилия его. Но сейчас предлагают академию идти на преход. Что лучше? Я думаю, что только академия. А почему? По крайней мере, на 4 года позже будешь после стола. Поэтому. В 4 года будешь учиться, бабки отдыхать будут. Да. Я слышу. У меня вопрос о купиве сейчас подходит. У меня балл стоит. Меня попросили задать вам вопрос по интернету. Первый вопрос. На днях был убит Николай Леонов на Украине. Общались ли вы с ним? Это первый вопрос. Три ролика. Я сейчас припомнил. С ним беседа. И беседа. Его как будто кто подталкивал. Защита войны. Защита убивать. Защита служить. Я говорил, Николай, не надо этого делать. Он все места писания привел когда-то. Что говорят святые отцы. Каноны. Он говорит, я ответить не могу. Папа посоветоваться. И больше не вышел. Я подумал. Не попал в какую молотилку. Он закончил семинарию. Московский патриархат. Но заканчивал на Украине. А потом отбрали в Румынию. И там на повышение диссертации что ли готовил. И сейчас сообщают. Его убили. Все? Еще вопрос. Можно? Но убили за что? И как? Сегодня мне ночью скинули смс. Модератор наш. Что будто бы ехала машина. Которая. Раненых они везли. И отстреливаясь с вертолета и снайпера. Там что-то такое. Если это так. Ну я это не знал. Три дня. Два дня назад. Мне дорога. Скинули информацию. Я сразу. Пратям своим. Пратям. Давайте помолимся за него. Да упокоит Господь его душу. Видно было что неравнодушие. Хороший. Приятный парень. Ну. Семинариста. Мне просто он нравился. Но то что он. Воевать надо там убивать. Мне не то что не нравился. Это безумие просто. И он. Именно. Как пример сегодня. Вот и хотел. Вот и получил. Еще вопрос задали. Игнать Тихонич. Спрашивает. Видно что вот. На первой беседе. Он без бороды. А потом. По следующему. Он видно что. Когда вы общаетесь. По оскарю. Да. В том бороду. А что вы думаете о нем. В общем. Ну вот. Допустим. Сейчас обратился. Один Евгений Домиткин. Он был. Диаконом. Какая-то. Новая апостольская церковь. Что оно там. Ну. Не церковь. Это секта. И он все принял. У меня еще какой-то. Год был такой. Руководство разных сект. Приходит православие. На нас натолкнуться. И книги все мои. Выписывают. Заплатят. И дальше идет разговор. Все с бородами. Сразу начинают. Я ему все места писания привел. Я его. Я привел его к местам писания. Когда нас сниялись. По бороду отрезали. Он их не пустил в земной Иерусалим. Пока не отрастут города. Не просто не отрастут. А идите в проклятом Иерусалим. Идите в город проклятие. А мы идем в небесную Иерусалим. Что тебе еще доказывать то. Я показал. Вот пожалуйста. Возьмите нашу. Адмирал Макаров. Какая у него борода. Просто гляньте. Попов. У Попова как у Пашемина. Там три волосинки. Возьмите. У Чапы. Какая борода-то. Он ее не трогает. Чапы меня совершенно не привлекают. Это вот смотрит такой взгляд. Как будто он кажется. Прости меня Господи. Ну не христианский взгляд. Все говорят. Что за лудов такой. Как ему доверяют такое. Я не знаю. Но когда он против Андрея Курраева намолок. Я решил. Прослушал раз, другой. И выделил около 80 пунктов. Где он говорил неправду. В одном выступлении. И я все это выстил крупным шрифтом. И теперь все считаю. Я объясняю. Он неправ. Потом неправ. Потом. Он просто сказал. А я теперь на основании Слава Божьего это доказывать. Это ролик стоит. Всеволод Чаплин против Андрея Курраева с комментариями Лапкина. Вот такой ролик. Мне. Он дорог. В Чаплин. Точно так же. Я его зову потерянку. А мне говорят. Что Андреев там разлагать только. Я Андреев сказал. Проезжай. Отдохнешь. Лишний вес уберешь. А вот вы бы взяли его с собой в поездку. Андрея Курраева. Раз так высоко о нем отзываетесь. Я говорю. Патриархом надо было бы. Ну. Значит лишний курс не привык возить. Я лучше лишний пакетник возьму. Когда он будет похож на твою юношу. Вот стоит юноша на глазах. Такой должен быть. Вот они сидят. Джидиты. Такой должен быть под него. Он грузин кстати. А? Он грузин кстати. Он грузин. У нас в Грузии не просто связывает что-то. Там мой крестник работает. Еврей. Отец Наумович. Наум Израилевич. В мой дом привели еврея. Баптисты показать какой он обратился. И он дальше уже не вышел. Привели тут и остался. И теперь стал батюшкой. Был порученцем. Патриарха Евгении Второго. Я у него сейчас был. В самом Убилиси живет. Жена у него грузинка. Он прижался бетишками. В лагерь был. Еврей. И публиковал. Там везде говорилось. Онское протоколы. Его дети поехали в Израиль. Их не пустили из него. Евреев. Вы все. До того интересного. Евреев не пустили. А с армянами у нас вообще дружба. У нас там их священник. И очень хороший. Просто хороший. Я мало его знаю. Лично. В них дома нигде не был. Мы где встречаемся. Религиозных деятелей собирает тогда. Ну я там его вижу. Мне они просто нравятся. А как крестят. Даже смотреть не хочется. В чашку руку опустил. И все нет. Православное крещение. Вот. Полное. По уставу. Здесь было много воды Евнух. И Филипса шли оба воду. Вот. Делайте как в Евангелии. А у католика там капельку сделку. Учиться надо. И делать. Для нас образец это вот старая гляция. Вот. С чего придерживался отец Кирилл. Не надо никуда идти. Мы сидим как раз у одного человека. Который на 100% за правильное крещение. Кирилл Юристович прямо объясняет. Скрывайся в воде. Мы умираем для первейшей жизни. Еще. Скрывайся. Скрывайся. Стоишь. На карте в полу. Ты это услышал один раз. И больше никогда бороду не трогай. С бороды началось. Я тебе сказал. А второй раз будешь говорить. А зачем говорить? Потому что. Еще без рук утра. Сам Господь же говорит. Кто не родится от духа и воды. Тот не может попасть. Понятно. Значит вы. Бритву должны отрезать. Ее выбросить. А шнур оставить на что-то другое. Хорошо. Притом сегодня сделать. Завтра поздно будет. И притом вас на иное будет. Он говорит. Вот этот. Давыд. Который из еретиков. Сейчас у него борода уже. Он говорит. Ну а ты что она говорит. Мать. Там сестра. Удивительное дело. А им какое дело твоей бороды? Человеку. 40 лет с лишним. Ты должен быть верен Богу. Так сказал Господь. Вот есть такой фильм. Иеремия. Кто билет? Заверите. Иеремия. Очень хороший фильм. Прямо по писанию. По Библии. Его там долго бьют. Его сбили. И он уже ползет вот так вот. И все равно понимают. Вот так говорит Господь. Все пойдут под нож. А его Господь оставит. Так говорит Господь. И вопрос закрытый. Я возвестил. Сказал. А ты как хочешь? Говорят, что Китай сейчас выражается. И потом, возможно, говорит Стасе, что возможно будет столкновение с Россией. Да. Несомненно. Понимаете, собираются люди. Ну, люди другие. То есть, другие страны. Комитет трехсот и проще. Вот это вот земля зимой шар. Ну, давайте распрасим там. Сколько населения. Раньше рисовали барина. Усадьба какая? У мужика усадьба. Он на одной навес стоит. Могут прийти вторую линию поставить. У мужика русского десять ребятишек. А у барина один. И у него там территория отзыва. Карикатура была такая. Так и здесь. Посмотри на Китай. Что говорят? Миллиардов. Это неправда. Два с половиной миллиардов. И прикинь. Они террасу и все эти холмы все это режут. Всяких жутков все едят. Где они попадают, там ни одной жабы нету. Они так работают. Вот точно. Вчера мужчина, вот он дал, кажется, этот материал маленький. Что, где китайцы здесь работают, после них даже сорняки не растут. Они добавки такие дают. Все отражают. Ничего этого не берите. Вот быстро растворимое такое-то, соя, модифицированные продукты. Это все против тебя. Консервы не ешь. Даже Жириновский об этом говорит. Вот консервы эти. Ни рыбы, ничего. Это на военное время, когда ничего нету. И сегодня подводишь по утрам в Москву, и того же поймешь, как вы должны. То есть надо все равно вернуть. Надо просто себя беречь. Чистое должно быть все. Хорошо. Кто желает продолжить разговор, проходите помещение, где были вчера, чтобы можно было продолжить это общение. У нас служба начинается в 3 часа, поэтому время. Белее вновь оcapeл. И смотри к себе Матерь Господи. Чистое не ищите наружную. Жерни единомутренной, ведь в небе великая. Белее вновь оcapeл. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»